Каждый день нас окружают простые вещи, о предназначении которых мы не задумываемся. Сегодня я расскажу вам, зачем нужен цилиндр на зарядке, зачем нужны дополнительные дырочки в кроссовках и многое другое. В конце ролика не забудь поставить лайк. Поехали! Хочешь узнать планы конкурентов по бизнесу? Изменяет ли тебе вторая половинка? Злом электронной почты на заказ. Анонимно, недорого, без предоплаты. От 10 минут до 7 дней. Пароль не меняется. Оплата после предоставления любых доказательств. hacknetservice.ru Ссылка в описании. Зачем нужна петелька на спинке рубашки? По этому вопросу есть три правдоподобных версии. Первая, самая очевидная. Эта петелька создана для того, чтобы можно было повесить рубашку на крючок и она не помялась. Вторая версия пришла к нам со времен съемных воротников и шейных платков. Возможно, эта петелька была создана для крепления галстука. И третья версия, самая романтичная. Студент, учившийся в американском университете, когда начинал встречаться с девушкой, срезал эту петлю в знак того, что он занят. А девушка, в свою очередь, должна была носить шарф его колледжа. Зачем нужен цилиндр на шнуре от зарядки ноутбука? Вы точно замечали это утолщение на проводе зарядки ноутбука или фотоаппарата. Это простое, но очень важное устройство называется ферритовый фильтр. Оно убирает возможные помехи от питающего кабеля. Конструкция этого фильтра до невозможности проста. Внутри цилиндра находятся вставки из феррита, который провод огибает кольцом. Зачем нужно отверстие в иллюминаторе самолета? Иллюминатор состоит из двух пластиковых стекол. Из-за большой разницы давления между воздушной прослойкой, между стеклами и салоном, внутренний стеклопакет может лопнуть. Это маленькое отверстие создано как раз для того, чтобы нормализовать давление. Через него воздух отводится из межстекольного пространства или наоборот, всасывается из салона. Спросите у любого человека, зачем нужна синяя часть пластика, и он с уверенностью вам ответит, чтобы стирать ручку. Но это не совсем так. Изначально синяя часть была предназначена для того, чтобы стирать надписи и рисунки, сделанные на плотной бумаге. Красная часть пластика оставит разводы, а вот синяя справится с этим отлично. Впоследствии производители поняли, что синяя часть используется не по назначению, и сделали из этого маркетинговый ход. На некоторых ластиках на синей части даже стали изображать ручку. Зачем в кроссовках дополнительные отверстия? На эти дополнительные дырочки в кроссовках мало кто обращает внимание. А зря, ведь они очень полезные. Эти отверстия созданы для того, чтобы плотнее фиксировать ногу и не натирать стопу во время занятий спортом. Для чего нужны отверстия в ложке для спагетти? Это гениально! Почему я раньше этого не знал? Отверстия в ложке для спагетти сделаны для того, чтобы отмерить количество сухих макарон для приготовления стандартной порции. Понятно, что кто-то ест мало, а кто-то очень любит макароны и готов съесть за раз хоть всю пачку. Но для тех, у кого аппетит средний и кто всегда теряется сколько засыпать в спагетти, это отверстие – настоящее спасение. Зачем нужен маленький карманчик на джинсах? Самый популярный ответ – для того, чтобы носить презервативы. Конечно, в этот кармашек можно положить что угодно, в том числе и средства контрацепции. Но изначально он создавался не для этого. Впервые пятый карман появился в 1873 году на джинсах Levi's и предназначался для карманных часов. До сих пор в каталогах этой компании он называется Watch Pocket. Для чего нужно отверстие в колпачке шариковой ручки? Распространено ошибочное мнение, что это отверстие сделано для того, чтобы воздух поступал в легкие, если колпачок застрянет в трахеи. Но это не совсем так. Если подавиться таким колпачком, да и чем-либо еще, слизистая начнет отекать. Это маленькое отверстие создано, чтобы предотвратить всасывание колпачка в слизистую. Для чего нужен лоскуток ткани, который прилагается к новой одежде? Представляете, не для заплатки. Оказывается, производители прикладывают этот лоскуток для того, чтобы мы могли постирать его с порошком или отбеливателем и проверить, как отреагирует ткань. Моя жизнь не будет прежней. Ставь лайк, если узнал что-то новое. А также подписывайся на наш канал, ведь на нем ежедневно выходят интереснейшие видео. Хорошего настроения и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok